Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. В этом выпуске я расскажу тебе о 5 ошибках, которые допускают криптоинвесторы. Все они приводят к полной потере денег. Из этих ошибок мы сформируем 5 советов криптоновичкам и не только. Это супер распространенные ошибки, о которых я очень часто не только читаю в комментариях, но и слышу от знакомых, которые вложились в крипту и потеряли все. Ты можешь потерять все свои деньги на этом рынке, если не посмотришь это видео до конца. Однажды я совершал все эти ошибки, поэтому я решил снять это видео, чтобы помочь тебе избежать их. За эти ошибки я когда-то платил своими деньгами и временем. Но сразу же предупреждаю, что я не раздаю финансовые советы. Я обычный парень, который занимается криптовалютой с 2017 года. Если это видео тебе поможет или хотя бы будет интересным, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 8000 лайков. Это поможет этому видео распространиться в алгоритмах ютуба. А значит больше людей его увидит, что полезно и для них, и для моего канала. Я уже снимал видео в подобном формате. Лучшая стратегия заработка на биткоине для новичков и не только. Ссылку на него оставлю в описании. Если не видел, обязательно его посмотри. Оно тоже очень-очень полезное для тебя, если ты собираешься заниматься инвестициями в криптовалюту. И начнем с первой ошибки. Инвесторы покупают дорого, а продают дешево. Все должно быть наоборот. Если ты хочешь заработать, нужно покупать дешево, а продавать дорого. Из-за этой ошибки я до сих пор спустя почти 4 года нахожусь в минусе по йоте. Но я еще не продал ее, потому что верю в ее фундаментальное будущее. Мне очень интересна тема тенгл и интернета вещей. На первый взгляд эта ошибка кажется столь очевидной, что ты думаешь, что никогда так не поступишь. Но, к сожалению, даже опытные инвесторы так ошибаются. Любой человек попадается на этой ошибке хотя бы раз в своей жизни. Человек смотрит на этот график и думает, вот это рост, пора бы и самому купить, а то пропускают такие огромные проценты. И он покупает вот здесь. Но затем после покупки цена криптовалюты вдруг делает что-то типа такого. Падает на 67% за короткий период времени. Это совсем не должно означать, что монете пришел конец и ты все потерял. Ты не потерял, пока не продал свои монеты. Но обычно новички очень сильно пугаются таких больших падений, поэтому продают где-нибудь вот здесь. Чтобы спасти хотя бы остатки своих вложений. Но затем цена не просто восстанавливается, а делает 900%. И человек опять покупает где-нибудь вот здесь и продает на падении вот здесь. Цикл повторяется. И так до тех пор, пока у новичка не заканчивается весь капитал. Покупает дорого и снова продает дешево. На такое ловятся даже не новички. Запомни, ты должен делать абсолютно наоборот. Если хочешь здесь заработать, а не потерять. Да, я понимаю, сделать такое очень-очень сложно. Сложно перенастроить себя на такие рельсы, покупать, когда весь рынок трясется в ужасе, и продавать, когда начинается эйфория. Но как раз после 60-70% падений ты должен покупать, а продавать на росте. Подробнее о стратегии покупки и выхода из криптовалют я рассказал в этом видео. Ссылка на него в описании. Повторяться не буду. Добавлю лишь одно уточнение, что со всякими щиткоинами это не работает. Какие-то непонятные криптовалюты по типу Перис и Нутон после падения могут не восстановиться уже никогда. Это работает только с фундаментально прочными проектами, такими как Биткоин, Эфириум, Лайткоин и другие. Также для уменьшения своих рисков покупай не на всю котлету, а частями. Например, у тебя есть 1000 долларов, раздели ее на 4 и входи в актив 4 раза. Например, вкладываем 250 долларов в Эфириум при курсе 150 долларов, при курсе 110 долларов, при курсе 250 долларов и 213 долларов. Таким образом, средняя цена твоей покупки составит около 180 долларов, что намного лучше, чем вложить всю 1000 долларов при курсе в 250 долларов за Эфир. Покупка в таком варианте, к тому же, поможет тебе избежать ошибки «покупай дорого, а продавай дешево». Наконец, вторая ошибка тоже очень популярна, но тем не менее все регулярно ее совершают. Она, кстати, косвенно связана с первой, так как продиктована все теми же эмоциями, жадностью и алчностью. Вкладывать больше, чем ты можешь позволить себе потерять. Я могу гарантировать, если ты новичок, то в какой-то момент ты потеряешь все свои деньги на криптовалюте. Это случится рано или поздно, и многие люди покупают больше, чем они могут позволить себе потерять. Потеря этих денег в криптовалюте очень больно бьет по их жизни, портит ее качество, если не хуже. Например, у тебя есть большие долги, или ты копил эти деньги 10 лет подряд, или у тебя назревают большие покупки, а ты берешь сумму на эти покупки и вкидываешь ее всю в надежде увеличить ее в 10 раз на росте. Когда ты потеряешь эти накопления, ты разобьешься. Конечно, это не конец света, особенно если у тебя есть источники дохода, но для многих людей заряженная котлета всего бабла в крипту остается единственной надеждой всей своей жизни. И когда эта котлета теряется, для них наступает настоящий Армагеддон. Поэтому ты должен подходить к ситуации с холодной головой, а не вестись на растущие графики и кучу прибыли, о которых хвастается кто-то там в интернете. Например, какой-то блогер. Я понимаю, трудно изменить свою жизнь, не вложив значительные суммы, но ты просто обязан найти этот баланс. Во-первых, вкладывать деньги, потерю которых ты не сильно почувствуешь. И во-вторых, вкладывать столько, чтобы это имело смысл. Возвращаемся к частичным покупкам. Если ты будешь каждый месяц вкладывать небольшую для себя сумму, то за год эта сумма будет уже достаточно солидной. Об этом я более подробно уже рассказывал в видео про стратегию инвестиций в криптовалюту. К сожалению, люди постоянно совершают эту ошибку и теряют абсолютно все. Разрушая при этом и свои жизни, и жизни своих близких. Третья ошибка. Поиск криптомонет, которые дадут 100 иксов. Я не говорю, что это плохо, я и сам таким промышляю. Но ни в коем случае нельзя делать это ядром своей криптостратегии. Очень опасно вкладывать в это направление 100% своих средств. Новички точно потеряют свои деньги на этой стратегии. Альткоины могут взрываться как сумасшедшие и очень быстро. Но так же быстро, как они выросли, они могут и обвалиться. Новички обязательно продадут вот здесь все, что у них осталось после этого падения. Потому что такие падения их очень сильно пугают. Их легко напугать. Если ты новичок, ты можешь продать весь свой портфель на падении в страхе. Еще одна опасность таких криптомонет на 100 иксов в том, что они зачастую новые. У них еще нет слишком большой истории ценового курса. А это значит, что они могут просто-напросто улететь до нуля. На этом булране так и случилось, например, с мем-коинами, предводители которых дали сумасшедшие иксы. А заголовки типа «парень вложил 100 долларов в доги-коин и заработал миллионы» взбудоражили немало сознаний, никогда ранее не бывавших на крипторынке. Все они сломали свои жизни, покупая на все свои сбережения монеты, которые были очень дешевыми. Например, стоили полдоллара. И затем такие альткоины превращались в абсолютный ноль. Запомни, если ты хочешь заработать на этом рынке, готовься вкладывать сюда не только деньги, но множество времени и усилий. Потому что придется тратить очень много времени на то, чтобы исследовать эти проекты. Это самая настоящая работа. Самая настоящая, усердная и рискованная работа. Отсюда следует четвертая ошибка. Покупаем, потому что эта криптовалюта дешевая. Новички часто совершают эту ошибку. Они говорят, я куплю лучше эту крипту, потому что она намного дешевле, чем биткоин. И если ее цена когда-то вырастет до отметок биткоина, я стану триллионером. Здесь есть одна большая проблема, так как новички обычно смотрят только на цену отдельной единицы, монеты или токена. Но не смотрят на рыночную капитализацию. Это умножение цены одной единицы на предложение этой криптовалюты. Например, одна единица этой криптовалюты стоит 100 долларов. Возьмем лайткоин. В то время как единица биткоина стоит 30 тысяч долларов на данный момент. Проблема в том, что новичок обычно не смотрит на то, какое количество монет вообще есть в предложении этой криптовалюты. Сколько вообще есть монет и какой является рыночная капитализация. Только так можно сравнивать криптовалюты. Это поможет тебе осознать перспективы того, сможет ли твой дешевый токен обогнать биткоин. Или хотя бы приблизиться к его ценности. Потому что, чтобы токен стоимостью 100 долларов вырос до 30 тысяч, его рыночной капитализации нужно вырасти в 300 раз. Лайткоину для этого понадобится 2 триллиона 400 миллиардов долларов капитализации. Что больше, чем вся капитализация рынка на пике. И что практически невозможно даже для лайткоина. Я уже не говорю про какие-то непонятные маленькие проекты типа сэндбокса. Кстати говоря, я его уже продал. Когда-то его покупал, теперь я его продал. Ведь он стоит всего лишь полдоллара. И новичок думает, если я сейчас куплю его за полдоллара, а он вырастет до 30 тысяч долларов, я стану сверхбогатым. И покупает на всю котлету. Обычно на пике, кстати говоря. Для того, чтобы сэндбокс стоил 30 тысяч долларов, его рыночная капитализация должна составлять 21 триллион долларов. Что вообще нереально. Поэтому это большое заблуждение, в которое новички верят. Запомни, не смотри только лишь на цену. Анализируй также и предложение, и капитализацию криптовалюты. Этот пункт перетекает в один из самых главных. Пятая ошибка. Делать так, как тебе сказал кто-то известный. В твиттере, на ютубе, в телевизоре и так далее. Анализируй и не верь никому, даже если это медийная личность, знаменитость или авторитетный блогер или богатейший Ди. Всегда делай свое собственное расследование. Если я скажу, что какой-то там альткоин может дать 10 иксов, ты не должен идти покупать его. Ты должен разнюхать и раскопать про него абсолютно все, что можешь, и принять для себя решение, нравится тебе этот проект или нет, есть у него будущее или он обречен. Своё собственное расследование для каждого новичка прежде всего выливается в самообразование. Каждый из нас способен сократить количество неосведомленных в криптовалюте инвесторов. Каждый из нас способен изучать и понимать криптовалюту перед тем, как инвестировать. Если твой ответ на вопрос, почему я покупаю эту крипту, звучит как-то так, потому что она растет или потому что мне так сказал сосед, или потому что мой друг сделал на ней 10 иксов, тебе лучше не покупать эту крипту. Ты должен знать, во что ты инвестируешь. И, наконец, бонусный шестой совет, который вытекает из шестой ошибки. Не фиксировать прибыль на росте. К моему удивлению, это очень распространенная ошибка новичков. Не фиксировать прибыли. Как бы это ни казалось очевидным, новички не делают этого почти никогда. Еще больше меня удивляет, что некоторые блогеры не то, что не говорят о необходимости фиксировать прибыли, они говорят о том, что их вообще не нужно фиксировать. Мол, зачем вам доллар, если вам нужны монеты? Ну, не знаю, мне кажется, фиксировать прибыли стоит. Ведь, когда ты говоришь, что сделал 5 иксов, ты не сделал их до тех пор, пока не зафиксировал прибыль. Сделать иксы и заработать – это абсолютно разные вещи. Новички совершают эту ошибку постоянно. Они вдохновляются ростом и ждут все больше и больше иксов. 2 икса, 5 иксов, 10 иксов. Хочется еще и еще. Они проходят весь этот рост. И их жадность возрастает так же параболически, как и цена. Но внезапно цена падает. Но новичок говорит – ничего страшного, сейчас будем опять расти. И мы действительно начинаем отрастать обратно. Новичок говорит – я гений, я же говорил. Но затем получает полнейшую капитуляцию цены и продает где-нибудь вот здесь. Пытаясь спасти хотя бы то, что осталось. В итоге он сделал свои 15 иксов, но не заработал ничего. Составь план для стратегии выхода. Например, ты хочешь выйти на отметках 25 990 тысяч, 30 990 тысяч, 40 990 тысяч, 51 990 тысяч. Здесь везде тебе нужно расставить лимиты на продажу какого-то определенного процента своего портфеля. Я делаю это небольшими процентами на росте, что позволяет мне накапливать резерв для таких же небольших покупок на будущих падениях. Об этом более подробно опять же я рассказывал в этом видео о своей стратегии биткоина и криптовалюты. Я очень рекомендую тебе посмотреть это видео. Ссылка на него будет в описании. Но если тебе лень переходить по ссылке, я вставлю его прямо сейчас в это видео. Если ты не смотрел, продолжай смотреть. Если же уже видел, то на этом можно расходиться. Сегодня я дал тебе 6 советов для новичка в криптовалюте, которые в принципе годятся не только для новичков, а вообще для всех инвесторов в биткоин и альткоины. Меня зовут богатейший Ди. От твоего лайка зависит, буду ли я продолжать такой формат дальше или нет. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. До скорого. Итак, это супер упрощенная стратегия, которая подходит как новичкам, так и опытным инвесторам на крипторынке. Кроме этого, она актуальна не вчера, не сегодня, не завтра, а всегда. Она включает в себя стратегии входа и выхода, установления лимитов, а также очень важные пункты о том, как сделать свою инвестицию абсолютно лишенной риска и как накопить резервный фонд для покупки падений. Все это в целом даст хорошую прибыльность на длинной дистанции, в минимум 3-4 года на рынке. Я знаю, все хотят немедленные прибыли прямо завтра, но немедленная прибыль это казино, а я человек не азартный. Поэтому моя стратегия рассчитана на длительный срок. На длинной дистанции, по моему мнению, стратегия входа куда важнее, чем стратегия выхода. Благодаря тому, что я это понял, все краткосрочные колебания цены биткоина меня уже давно перестали волновать так, как раньше. Например, даже если у тебя каким-то невероятным образом получилось купить на пиках цены в 2013 и 2017, то сейчас ты все равно в плюсе. Здесь, например, тебе пришлось бы ждать 1247 дней, около 4 лет или что-то типа того. А вот здесь ты бы прождал 1096 дней. Тем не менее, даже если ты купил вот здесь на пике и держал свой биткоин аж до сегодня, то получил 2400% роста. Если ты купил на пике вот здесь и держал до сегодня, то получил 50% роста, учитывая вот это вот падение. Если его не учитывать, прибыль бы составила 230%. И самое интересное, что чем больше лет проходит с момента твоей покупки, тем лучше для тебя. Начнем с того, о чем говорит Уоррен Баффет. Когда на рынке экстремальный страх, я покупаю большие коррекции. Когда на рынке экстремальная жадность, я фиксирую прибыли. Все это я делаю лесенкой. Также, когда я получаю 3 икса от своей инвестиции, я продаю 1 третью, тем самым сводя риски на 0. Мне не так жаль потерять 2000 упавших с неба долларов, чем 1000, которую я зарабатывал собственным горбом. Я оставлю ссылку на этот ресурс в описании под видео, он тебе пригодится. Он отображает состояние рынка, боится ли он или наоборот проявляет жадность. Мы можем также посмотреть на исторические данные. Как мы видим, когда рынок биткоина достигал исторических пиков, жадность на рынке зашкаливала. Она достигала отметок выше 80, от 75 до 94. Все очень хотели биткоин. Сейчас же рынок уже почти 3 месяца находится на территории экстремального страха. Итак, если индекс страха и жадности падает ниже 15, я уже рассматриваю точку для входа. Если же он взлетает выше 75, я уже рассматриваю возможности для фиксации прибыли. К тому же, я никогда не покупаю и не продаю на огромные суммы. Я делаю все маленькими порциями. Я долгосрочный инвестор, поэтому использую от 3 до 5% депозита, а не по 50 и даже 100% на сделки. Некоторые действительно ставят весь свой депозит в одну сделку. Так что нужно распределять свои покупки по мере падения и продажи по мере роста. А теперь давай пройдемся по тому, что я написал наперед, готовясь к этому видео. Я надеюсь, это будет для тебя полезно. Стратегия входа в рынок более важна, чем стратегия выхода, как я уже говорил. Она включает 3 пункта. Когда на рынке атмосфера предельного страха, я откупаю просадки на пути к дну медвежьего рынка, используя 25% от своего двухнедельного дохода. Этот пункт обязывает меня всегда иметь резервы из тейблкоинов и доллара для того, чтобы покупать массивные коррекции на рынке. Кроме этого, я почти никогда не использую весь свой резерв в одну просадку, так как цена может продолжить падать. Как накопить этот резерв, я расскажу немного позже. Единственное исключение, когда я могу поставить весь свой резерв в одну сделку, когда биткоин аномально падает за короткий период времени. Как, например, вот здесь. За сутки биткоин упал с 9200 долларов до 3,5. Конечно, во время таких падений очень немногие покупают. Наоборот, все в ужасе продают за любые деньги, лишь бы спастись. В то время я снял множество видеороликов, в которых говорил, что нужно покупать на этом падении. Несмотря на страх и панику. Людям было сложно покупать тогда, я понимаю, и это происходит всегда, в том числе и сегодня. Третий пункт моей стратегии. Покупка на пиковых ценах или во времена максимальной жадности на рынке редко приводит к прибылям на краткосроке. Однако с некоторыми криптовалютами это работает на долгосроке, как ни странно. Если ты купил пик, приготовься держать монету очень долго, как минимум тысячу дней. Об этом мы уже говорили. Примеры показывал на графике цены биткоина. Однако нужно помнить, что это работает лишь с некоторыми очень сильными криптовалютами, например, биткоин или эфириум. Множество альткоинов после достижения пика и обвала могут даже и не восстановиться. Хоть ты тысячу дней прожди или даже две. Лично я очень редко покупаю что-либо на пиковых ценах. Исключение в этом году я сделал для эфириума, кардана и еще несколько криптовалют. Просто потому, что их грядущие обновления, по моему мнению, вызовут шок предложения, что приведет к росту их цены. Кстати, кардана сейчас даже дороже от той цены, по которой я ее брал якобы на пике за 70 центов. Но исключение делать можно лишь для некоторых криптовалют, в которых ты уверен на все 100%. Все остальные покупать на пике очень опасно, так как они могут не отрасти даже в долгосроке. Имей это в виду. Теперь, как же накопить резервный фонд для использования его в стратегии входа? Я понимаю, заработки у всех разные, поэтому тебе придется самому считать, сколько и как у тебя получается, исходя из твоих доходов. Я написал пример для понимания. Вспоминаем, что я использую 25% от своего двухнедельного дохода для покупки просадок. Итак, если я зарабатываю 8000 долларов в месяц, то мой доход за две недели составляет 4000 долларов. И я хочу отложить 25% из них, то есть 1000 долларов, в резервный фонд, который буду использовать для покупки будущих падений. Спустя три месяца такой стратегии на растущем бычьем рынке без значительных коррекций, резервный фонд для покупки падений будет составлять уже 3000 долларов. Я использую этот фонд для покупки значительных коррекций, но почти никогда не вкладываю весь резерв в одну просадку, так как рынок после этой просадки может продолжить падать. Исключение сегодня мы уже с тобой рассмотрели. Кстати говоря, раньше моя стратегия была еще проще. Я просто покупал ту или иную криптовалюту один раз в месяц на фиксированную сумму, несмотря на курс. Этой криптовалютой в основном был биткоин. Сейчас я так делаю с эфиром, в который вкладываю доходы со своего финансового обменника. Кстати, ссылка на него есть в описании. Но с остальной криптовалютой я работаю по обновленной стратегии, о которой рассказываю сегодня. Теперь проговорим про лимитные ордера. Для стратегии входа они помогают словить просадки. Для стратегии выхода – резкие неожиданные взлеты. Почти все крупнейшие падения происходят на протяжении часов. Так что, если ты не сидишь на бирже круглосуточно, скорее всего, ты их пропустишь. Единственным способом убедиться, что ты купишь просадку, является установка лимитного ордера на тех ценах, по которым ты бы хотел купить. Также можно передвигать эти ордера в случае, если цена падает больше, чем ожидалось. В другую сторону, в сторону роста, это тоже работает. Не забывай, мы не вкладываем весь резерв в одно падение. Кстати говоря, я никогда не ставлю ордера на круглые цифры, так как обычно цена биткоина до них может и не дойти. Потому что, если все ожидают, что цена биткоина вырастет, например, до 20 тысяч долларов, признак возьмет и не дорастет буквально на несколько долларов до этой отметки, и ты не получишь свой доход. Например, вместо 30 тысяч долларов я ставлю ордер на 29 990. Пример лесенки лимитных ордеров. Если мы находимся на падающем рынке, и у нас скопился резервный фонд в 3 тысячи долларов, мы можем расставить такие ордера на откупку просадок биткоина. 500 долларов на 30 990, по 750 долларов на 29 990 и 27 990, и 1000 долларов на 24 990. Если у нас произойдет резкое падение биткоина, например, до 28 тысяч долларов, и такое же резкое восстановление выше 31 тысячи, я уже получу хорошие прибыли, даже не находясь у компьютера. Еще раз, не вкладывай все в одну сделку, так как падение цены может продолжиться. Итак, стратегию входа мы разобрали, теперь перейдем к стратегии выхода. Ее я разделяю на два пункта. Первый носит фантастическое название – безрисковый безубыток. И второй, конечно же, П – прибыль. Итак, что такое безрисковый безубыток? Это когда ты не рискуешь абсолютно ничем в своей инвестиции. Этого можно добиться. Я считаю, что когда в монете остаются деньги, на которые я не корячился, не тратил свое время и не пожертвовал своим здоровьем, то я больше ничем не рискую. Когда та или иная монета дает 3 икса, я продаю 1 третью. Так я получаю свои деньги обратно, а дальнейшие риски свожу к нулю. Например, я вложил 1000 долларов в монету А. Инвестиция выросла до 3000 долларов. Продаю 1 третью часть. Таким образом, 1000 долларов я возвращаю, а 2000 долларов оставляю в монете. Я больше не рискую своими кровными деньгами. Теперь, что касается прибыли. Когда крипторынок долгое время находится на территории экстремальной жадности, когда график этой экстремальной жадности достигает отметок 75 и выше, а криптовалюты дают от 5 до 10-20 иксов роста за полгода или год, я начинаю фиксировать прибыли. Очень небольшое количество людей может продать на самом пике рынка. Так что расставляя множество ордеров на продажу по мере роста цены, я куда вероятнее получу прибыль, чем если буду пытаться продать сразу все, буквально угадывая, где будет максимальный пик рынка. Действительно угадывая. Никто не скажет конкретно, где будет пик рынка. В этом-то и проблема криптопространства. Почти все новички ставят перед собой какие-то невероятные ценовые цели и ждут их. Они услышали от своих друзей, что кто-то там сделал 5, 8, 10 иксов на крипте за полгода, прибегают сюда и вкладываются в биткоин, эфир и другие криптовалюты, и думают, что спустя полгода они получат такие же 5, 8, 10 иксов. Большинство таких новичков заканчивают тем, что продают в убыток после массивных коррекций, уходят с рынка и ищут виноватых в своей неудаче. Прямо сейчас мы это и наблюдаем, кстати говоря. Поэтому, когда около двух месяцев назад мне позвонили несколько друзей, буквально в истерике завизжали, чтобы я помог им вложить деньги в криптовалюту, я сразу же зашел в сообщество ютуба и написал, якобы в шутку, «Все, ребятки, рынок ждет падение». Расставляя лимиты на фиксацию прибыли по пути роста цены, я также добиваюсь того, что мой резервный фонд из тейблкоинов доллара, который я буду использовать для будущих значительных просадок рынка, растет. Внутридневные трейдеры и краткосрочные инвесторы наверняка ставят в позицию для фиксации прибыли чуть ли не весь криптовалютный портфель, процентов 40-50, но я как долгосрочный инвестор ставлю небольшие суммы, от 3 до 5% от депозита. По аналогии с покупкой просадок, я ставлю лимиты лесенкой по дороге цены наверх, чтобы в случае неожиданного пампа сработала автоматическая продажа. Что ж, такова моя упрощенная стратегия заработка на криптовалюте в долгосрочной перспективе.